26 апреля, 2024 год. Вы на канале Олега Соскина. Давал там интервью несколько, ну, политики с Вадимом. Посмотрите, он должен будет их скоро выставить, я так думаю. И там он задал же вопрос вот по этому Майку Джексону. То, что он сделал, собственно, выступил и сделал все для Байдена, для того, чтобы выделить деньги для Украины. И, в принципе, как бы Трамп где-то немного тут бы и не возражал. Но вот тут есть вторая сторона медали, которая совершенно не воспринимается, скажем так, не избирателей. Избиратели республиканской партии в США чрезвычайно против того, что произошло. Выделили деньги Украине там, которая за океаном и так далее. И это считается предательством. Ну, плюс их, собственно, интересы избирателей сейчас выражает правая часть республиканской партии. То есть я вам объяснял это, что, по сути, Джонсон сделал раскол республиканской партии на нижнем уровне палаты Конгресса США представителей, что он внес чрезвычайный диссонанс, что он действовал как троянский конь Байдена и так далее. Мы говорили, что, ну, более того, он сам нарушил те обязательства, которыми он вначале выступал. Что помощь Украине должна идти, если уж давать им деньги, то обязательно в одном должно это быть совмещено с процессом выделение денег на укрепление, закрытие границы американо-мексиканской, через которую идет просто поток. Потоком идут нелегальные мигранты, которые, как заявляется из точки зрения, их опекают наркокартели. Правда, неправда, но тем не менее. И в связи с этим, то есть, получается так, что этот Джексон сделал одну вещь, деньги для Украины 61 миллиард почти, а по поводу мексиканской границы мы сегодня ничего не слышали на сегодняшний день. И, как известно, там республиканцы предложили ему уйти в отставку, но он не идет. И здесь наступает очень серьезная коллизия. И он заявил, что он до ноября будет, до выборов в Конгресс. Ну и президентский был. И его никто не сместит. Теперь давайте же вот про... Причем сам Джонсон, он был с правого крыла. То есть, его, собственно, право, и поэтому и поддержали кокус республиканский. Но тут же еще одна вещь важная. Это был конец февраля. Сейчас еще ситуация хуже. Что за период правления президента Джо Байдена на территорию Соединенных Штатов проникло 7,2 миллиона нелегальных мигрантов. Это превосходит население любого из 30 возможных штатов. Сообщил телеканал Fox News во вторник, 20 февраля. Авторы подсчитали, если бы все нелегальные иммигранты, въехавшие в США при Байдене, собрались вместе, они бы смогли основать город, который по величине во всей стране был бы второй после Нью-Йорка. Нехило, правда? Этот беспрецедентный всплеск нелегальной иммиграции – это не случайность. Это результат осознанного политического выбора администрации Байдена, считает директор по исследованию компании Numbers USA Эрик Руарк. Если брать на сегодняшний день, то я думаю, Трамп называет вообще такую цифру 19 миллионов при Байдене зашло. Что Трамп сказал так, тоже 6 февраля он высказывался, предположил, что число нелегальных мигрантов в США к концу президентского срока Байдена составит 19 миллионов человек. Это превысит население штата Нью-Йорк. Он подчеркнул, что многие иммигранты попадают на территорию США из тюрем, психиатрических учреждений и являются террористами. Это очень такое обоснованное, фундаментальное заявление. И вот фактически речь же шла еще о чем, чтобы выделить деньги на закрытие границы. Но тот же, как он, Джонсон говорил, что надо снова воссоздать то, что было при Трампе. Как я понимаю, вот эти центры верификации мигрантов на мексиканской стороне. Вот то, что сейчас в Великобритании Сунок все-таки сумел пробить, чтобы не пускать в Великобританию этих мигрантов, они должны накапливаться, их верификация происходить в Руанде, в Африке. Они за это деньги будут ей платить. Это, конечно, серьезный очень шаг. То же самое и Джонсон предлагал, чтобы эти люди проходили фильтрацию на территории Мексики. Но получилось, что он этого не сделал. То есть, по сути, я вам объяснял, что он предал, по сути, республиканских избирателей. Почему я считаю правому крылу необходимо срочно ставить вопрос, вот тот, который, собственно, подала соответствующий документ, проект Грин, ее поддержали другие республиканские правые в Нижней Палате, об устранении, об увольнении этого Майка Джексона, Джонсона, прошу прощения. С посады. Не знаю, что они тянут. Они ему говорят, что он сам пошел, он не уйдет. Почему логично в рамках учения вот этого о революционной ситуации ставить этот вопрос? Как вы думаете? Почему? Потому что надо достичь момента истины, понять. Но прежде всего республиканцы должны понять, кто у них в Нижней Палате предатели, причем не текущие, не тактические предатели, а именно стратегические, системные, которые, по сути, являются скрытыми сторонниками Байденов, Клинтонов, Обам, коммуносоциалистической этой структуры, Чак Шумера. Они будут поддерживать Джонсона, чтобы его не снять. Но тогда станет понятно и для избирателей, республиканцев, что это предатели, потому что за Джонсона, как я полагаю, будут голосовать демократическое меньшинство. Он их устраивает. И тогда станет понятно, что Джонсон – это коллаборант, троянский байденовский конь. И тогда станет понятно, что есть здоровые силы в республиканской партии, которые реализуют доктрину республиканской партии. Я думаю, это к этому мы уже подошли очень близко. Но давайте смотреть, что будет в ближайшее время. Уберут или не уберут? Будут голосовать или нет? И кто его поддержит, чтобы сохранить на посаде?